С давних времен собаки помогали людям преодолевать огромные расстояния и спасали от холода, а теперь это просто превратилось в самый умилительный вид спорта. Собаку зовут вот эта Терри, это ее сын Нэш, вот мы надеемся, что Нэшка все-таки будет участвовать, ему сейчас 2 года, будем на следующий год пытаться как-то. Вот, а тыренькая она уже старенькая, у нее ушки уже седые. Гав-гав. Ты только посмотри на нее, в такой же куртке, как у меня пришла. Ну, зачем пришла? Да, это четырехмесячный щенок, вот это сибирские каски спортивной линии, то есть это именно для гонок выведенная порода, ну по родословной это заяц-свежак венталибера питомник, но мы его назвали Уль. Собаку зовут Заяц. Здрасте, собака у нас аляскинский маламут, это щенок, ему 4 месяца, зовут его Нутук, но мы его зовем Нуки. Собака очень разговорчивая, то есть все свои эмоции большинство выражают голосом, подвыванием, каким-то ворчанием. Хаски. 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 Тут, в общем, у всех забег как бы, собаки, спортсмены, все дела, а вот бабушки в платках устроили собственную вечеринку, заставляя тех плясать в кругу и не только. ... Тут, короче, так много собак, они такие все гав-гав говорят. Честно, я думала, будет мило, но становится страшно, когда они реально все гавкают. Раньше, когда люди путешествовали на собаках в суровых условиях, чтобы переночевать зимой, где вокруг снег, они обкладывали себя собачками, чтобы было теплее. К сожалению, мне рядом с собаками полежать тут не разрешили, поэтому мы идем в чум греться. Посмотрите на все эти просторы и красивую природу. Где, как ни в Карелии, проводить такие экзотические соревнования, как гонки на собачьих упряжках? Приходите посмотреть на это в следующем году, если не видели в этом.